Здравствуйте! Я сегодня хотел с вами завести разговор о Петре III, Пётре Фёдорович. Вот такой у нас был император когда-то. Фигура эта в нашей истории, ну, скажем так, незаслуженно принижена. Вот если мы будем изучать историю по популярным романам историческим, то везде, где появляется Пётр Фёдорович, это такой вот сниженный образ, просто какой-то, ну, недоумок, скажем так, прямо. Вот таким представляют. Ну, понятное дело, раз свергли, значит, недоумок, значит, плохой. После него же правило Екатерина Великая, так сказать, мать страны всей, да, и покровительница всего хорошего. Так вот, на самом деле, Пётр Фёдорович был человеком весьма прогрессивных взглядов. Надо сказать, что он собирался быть на Петербургском, простите, престоле. Был он сыном немецкого князя, мама его была дочерью Петра I, вот такой вот был человек он. И получил европейское воспитание, но его готовили на Петербургский престол, простите. Когда воцарилась в Петербурге Анна Иоанновна, шансов у Петра Фёдоровича не было, и его стали переучивать на шведский лад. Он ещё был потомок, так сказать, Карла XII, и мог претендовать на шведский престол. Когда пришло время, ему пришлось выбирать между шведским королевством и Российской империей. Он выбрал Российскую империю. Ну, наверное, в личном плане напрасно. Был он человеком очень умным, руководил он, скажем так, по-современному, называется так, проректор по науке шлихетского корпуса. У нас был университет, и был шлихетский корпус. Это, так скажем, типа как высшая партийная школа, вот так, там готовились руководящие кадры будущие. И надо сказать, что он был дружен с Ломоносовым. Он разрабатывал такой вопросник, который рассылался на места, чтобы собирать географические данные. Он, можно сказать, был один из творцов географии российской. Так вот, у него с женой были не очень хорошие отношения. Говорят, что и сын-то его, Павел Петрович, не от него был у Екатерины. У него, у самого Павла Петра Федоровича появилась уже, значит, вторая семья. Какая-то русская аристократка, не помню сейчас, какая была фамилия. И собирался он этот брак узаконить. И когда он зашел на престол, первое, что было издано, это был, значит, манифест о вошедении на престол. И он написал в нем следующее, что я намерен править страной так, как правил ей мой дед Петр I, и руководствоваться во всем его заветами, в том числе и в вопросе престола наследия. Что это значит? Это может любого от наследия престола отстранить, кого хочет назначить. Ну, понятно, Павел Петрович отстраняет, значит, назначит детей от своей новой жены. Ну, а Екатерину в монастырь, естественно. То есть, возник объект, который мог его свергнуть, Екатерина, его жена. Манифест о вольностях дворянских. Он разрешил перед дворянам не служить по гроб жизни, значит, царю. До этого такая вот подневольная служба дворян служила, как бы сказать, оправданием крепостного права. Дворяне служат государю, а крестьяне служат дворянам. Ну, все служат, куда ж тут денешься. Вот, вот так вот. И все ждали манифест о вольностях крестьянских. И так появилась, значит, поддержка для Екатерины. Люди боялись лишиться своих крестьян и земли вместе с ними. Вот так вот. Ну, начались кое-какие волнения где-то там в Тверской губернии. Отреагировал Петр Федорович. Написал манифест о том, что, скажут, что напрасно ждут, ничего не будет. Но машина переворота была уже запущена. И не дали ему его реформы провести. Свергли. Заменили на Екатерину Великую. А при ней-то уж, говоря, они-то гаечку подтянули крепостного права. Помните, Пугачевский бунт был. Страшное дело. Всего доброго вам. До свидания. Удачи. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok